Заседание штаба по комплексному развитию региона. Губернатор Сергей Морозов начал с кадровых изменений. Представителем главы области в законодательном собрании и органах представительной власти станет Алексей Преображенский. Вместе с тем он сохранит пост заместителя руководителя администрации губернатора и начальника управления. Значительно будет усилено Министерство здравоохранения. У министра появится несколько новых заместителей. Губернатор подвел итоги тематической недели нацпроекта экологии. По этому направлению также ждут кадровые изменения. В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос правительству о ведении должности главного эколога Ульяновской области. У нас, к великому сожалению, такой должности нет. У нас все пока все размыто по министерствам и другим структурам. Но это, естественно, не все. Считаю, что в каждом районе города Ульяновска, с учетом того, что у нас очень много есть к нам сигналов, нареканий, в том числе замечаний страны населения, должен быть свой эколог и свой экологический совет. В регионе появится мощное экологическое движение, которое вместе с экологической палатой займется созданием программы «Зеленый регион». Группа экологов появится в Корпорации развития Ульяновской области. Они займутся выработкой решений по инвестициям и экономической политике. Особое внимание будет привлекаться к контролю над состоянием атмосферного воздуха. Губернатором Донстарт – тематическая неделя национального проекта здравоохранения. Пандемия коронавируса сделала эту сферу одной из самых обсуждаемых. Федеральным центром на борьбу с ковидом выделено 131 миллион рублей и еще почти 16 миллионов на лекарственное обеспечение. Глава области поручил контролировать все эти средства, чтобы они дошли до адресатов. Минздрав создаст специальную бригаду врачей, которая будет выезжать в государственное учреждение здравоохранения и оказывать содействие медицинским работникам, пациентам. Причем очень важно эту помощь оказывать очень быстро. Такой своеобразный медицинский десант, который должен быть развернут уже со следующей недели. Федеральным Минздравам рекомендовано создать круглосуточные амбулаторные ковид-центры. В них будет оказываться первая медицинская помощь и проводить срочное обследование пациентов с симптомом коронавируса. Губернатор поручил активизировать разработку регионального закона о статусе медицинских работников. Для привлечения специалистов предложено разработать медицинскую ипотеку. Обеспечение жильем будет под низкий процент. Ипотека сможет привлечь врачей даже из других регионов. Глава области анонсировал ряд мер по борьбе с пандемией. Они будут реализованы уже в ближайшее время. Предлагаю вам всем подумать о запрете проводить семейные торжества, свадьбы, юбилеи в кафе, ресторанах и барах во всех таких публичных местах. Более того, предлагаю вам всем подумать и внести мне предложение о том, чтобы мы заранее уведомили представителей ресторанного бизнеса и общепита о том, что мы не разрешим проводить новогодние мероприятия. Все эти, так сказать, праздники, гулянки и все остальное. Под особым контролем будут учреждения общепита. Им запрещено работать после 22.00. Но многие, по словам губернатора, не соблюдают запрет. С ним будут охватиться по всей строгости. Общественный транспорт также в зоне особого внимания. Все такси планируется оборудовать защитными экранами. А в общественном транспорте должны появиться рециркуляторы воздуха. В сфере рабочего законодательства планируется отправить на удаленку всех беременных женщин. С 16 ноября по 30 ноября ввести режим самоизоляции для тех, у кого возраст свыше 65 лет, а также лиц больных хроническими заболеваниями. Обсуждаются вопросы о дистанционном образовании. Переход к дистанционному образованию и участие школьников будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однозначного решения пока еще не выработано. Егор Тстов, Юрий Конехин, Новости Управда ТВ.